Более 50% осужденных в Самарской области трудоустроено. Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова удалось закупить необходимое производственное оборудование и тем самым обеспечить дополнительные рабочие места. Швейное производство, металлообработка, камниобработка – это далеко не все виды работ, которыми занимаются в местах лишения свободы. Например, здесь изготавливают разносолы, продукцию успешно реализуют в магазинах страны. Будущие планы еще более амбициозные – заменить работающих мигрантов на осужденных и людей, отправленных на принудительные работы. Прежде всего, это заработная плата осужденных. С этой заработной платы исковые обязательства гасятся. Ну и, естественно, как-то зарабатывает человек себе на какое-то там где-то проживание. Сегодня масса примеров, когда люди освобождаются, и у них уже какие-то, может быть, он незначительный, но тем не менее, есть тот, формируется капитал. В ближайших планах заключить соглашение с новыми предпринимателями, чтобы создать еще больше дополнительных рабочих мест. Речь идет о производстве керамзитоблоков и тротуарной плитки. У нас сейчас в рамках национальной программы по комфортной городской среде, у нас, конечно, на территории региона мы знаем, где ее применить. Причем у нас учреждения отвечают за качество и отвечают, самое главное, за системные поставки. То есть у нас не будет по срокам сдвигов. Такие планы обсудили на заседании общественного совета. При силовом ведомстве поделились активисты и уже проделаны работой. Охвачены разные направления для сотрудников, проводят постоянную акцию офицерский выходной. Добрый знак для осужденных проходит в формате посадки растений на территории лишения свободы. Выполняются библиотечные фонды, осужденные расписывают стены в храмах. По словам силовиков, все эти меры в комплексе позволяют человеку начать новую жизнь. Мария Левина, Николай Сидоров, События.